Каждый день было весело, ведь теперь у нас было новое развлечение. Жизнь была прекрасна. Сегодня вместо классного часа мы с вами обсудим один очень важный вопрос. Сначала скажет директор. Это касается Ниши Ми Исан, которая сегодня отсутствует. Вчера звонила её мать. За всего лишь пять месяцев восемь её слуховых аппаратов исчезли или оказались сломанными. Её мать подозревает, что её отравят в школе. Если кто-то знает, что произошло, поднимите руки. Стоимость этих аппаратов составляет 17 миллионов йен. Да, слуховые аппараты очень дорогостоящие. Конечно, вы только дети возместить такой ущерб не сможете. Если кто-то признается прямо сейчас, школа возьмёт расходы на себя. Мы даже не будем привлекать к этому родителей. Ну а если нет, то мы предоставим расследовать это дело полиции. Эй, Ишида! Ведь это всё ты, а? Встать! Уэна, ты сидишь рядом. Что можешь сказать? Да, учитель. Ну, в общем, он действительно пользовался тем, что она не слышит. Может, в этом сидела. Хотя, думаю, она понимает, что он издевается над ней. Чего? Кто бы говорил? Простите, что я не сказала об этом раньше? Уэна-сан? Да, она чаще всех говорила Ишиде перестать. Да и все девочки считали, что он поступает дурно. Не могу говорить за мальчиков, конечно. Что ты можешь сказать, Шимада? Ну, я пару раз говорил ему отстать от неё. Но он не слушал никогда. Чё за фигня? Чего вы все меня-то злодеем выставляете? Вы ж все смеялись, даже вы, учитель. Ишида, мы сейчас говорим о тебе. А девчонки о ней как раз больше всего гадостей говорили. Особенно Каваи и Уэна. Что? Как жестоко, Ишида Кун. Ведь я же староста. Как я могла бы так поступить? Зачем ты так? Ничего себе. Ну и сволочь. Ну-ка извинись перед Каваи-сан и Уэна-сан. Блин, да просто не твой день, Шоя. Может, несмотря на это, завтра мы снова поладим. Да провалитесь. А? Тетрадь не уши, Мия? Я думала, она её выловила. Промокла насквозь, не разобрать ничего. Хотя, надписи маркером вроде ещё остались. Это она писала? Спасибо. Радовалась жизни, Ишты. Большое спасибо. Напиши, что только что сказал, так сухоня-санцы, пожалуйста. Буду очень благодарна. Прости, что постоянно прошу это делать. Простите меня. Эй, Ишида, кто тебе разрешал туда залезать? Меня Шимада столкнул. Не надо отбираться, говори правду. Прошёл месяц. Друзей у меня больше не было. Одноклассники игнорировали меня. Шептались за спиной. Устраивали подколки. Во время классных часов навешивали на меня всех собак. Иши до кона ходила другой класс, очковала занятий. Моя сменка регулярно пропадала. Вот блин, это уже восьмая пара. Задолбали уже в конец. Кладём новенькую пару. 7.00. Начать миссию. Не имею понятия, кто их прячет. Но вычислю его, чтоб мне провалиться. Не шуми я. Так она дежурная по цветам? Это она поэтому так рано приходит? Увесив. Её что, до сих пор травят? Вот бедняга. Ну да ладно. Вернуться на наблюдательный пункт. О, а вот и ты. Так и знал, что это вы, кретина. В последнее время я стал задумываться. Не шуми я. Что творилось в её голове? Когда я так же поступал с ней. Простите меня. Вот это? Вот это вот? Не может быть, чтобы только это. Ведь я сейчас переживаю то же самое, а думаю целую кучу разных вещей. А и... Ч... Чего тебе? Не притворяйся добренькой. Опять это её улыбка. Если хочешь что-то сказать, скажи голосом. Вот ведь трусиха отстойная. Ничего не говоришь, только изображаешь слабенькую. Давай, зови учителя. Ты никогда никому не говоришь, что чувствуешь на самом деле. Ну всё, ты нарвалась. Спустя месяц Нишемия ушла в другую школу. Она ничего не сказала. Просто молча исчезла. Она даже не попрощалась. Доброе утро. Доброе. А на следующий день после её ухода я кое-что понял. Хулиганы нам не нужны. Предатель, убейся. Стохни. Исчезни. Берегись. От твоего класса. Это была моя парта. Нишемия мыла мою парту. Каждый день я обнаруживал на ней жуткие гадости, написанные мелом. Каждый день до самого выпуска. Каждое утро Нишемия вытирала мою парту вместо меня. Она реально меня бесит. Спустя пять лет, наконец-то я нашёл тебя. Вот. Ты забыла это. Ты знаешь из-за глухих? Я выучил его, чтобы сказать тебе это. Ты многое перенесла просто из-за того, что никто не слышал твоего голоса. Те дни, если бы мы услышали голоса друг друга, всё могло бы пойти гораздо лучше. Всё, что мы делали, это ранили друг друга. Мы не пользовались голосом. А теперь я понимаю, что твой голос говорил мне в тот день. Ты. И я. Мы можем стать друзьями? Зачем ты это сказала? Блин, это же стыдно. Как ты вообще могла такое сказать? Ты... Ты дурная. Я не... Я не это имел в виду. И мне показалось, будто я с той тогдашней Мишимией поговорил. Конец нулевой главы. Озвучил дуэт Никон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok